Вот что вырезали у китайца, который 22 года не мог нормально ходить в туалет, слабонервным не смотреть. На протяжении всей жизни мы стараемся питаться здоровой пищей и вести здоровый образ жизни, чтобы жить дольше и быть здоровыми, пишет Трендинг. Но что делать тому, кто с рождения имеет хронические заболевания, страдает, но не знает почему. Именно это случилось с китайцем, который 22 года мучился от запора. Оказалось, у него редкая врожденная аномалия развития толстой кишки. Болезнь Гершпрунга врожденная аномалия иннервации нижнего отдела кишечника обычно ограничивается ободочной кишкой, которая приводит к частичной или полной функциональной обструкции. Симптомами являются запоры и вздутие живота. Этот человек, оставшийся анонимным, страдал именно от болезни Гершпрунга. Он не мог нормально ходить в туалет, и фекальные массы накапливались у него в кишечнике, отравляя его организм и растягивая толстую кишку. В итоге его живот раздулся, чувство дискомфорта стало нестерпимым, и он обратился к врачам. Пациенту была сделана срочная операция, и врачи были шокированы тем, что они вытащили из его тела. Врачи удалили из его тела 76 сантиметров кишки с 13 килограммами скопившихся отходов, и мужчина сразу же стал на 13 кило легче. Врачи объяснили, что ему повезло, что такое скопление не привело к разрыву его толстой кишки. Если бы фекальные массы попали в его кровоток, это была бы мгновенная смерть. Он боролся с этим состоянием в течение десятилетий, но могло бы стать намного хуже, если бы он продолжал игнорировать его. Вот почему врачи всегда советуют не игнорировать подобные симптомы и не откладывать обследование. Это может иметь катастрофические последствия. История этого человека была опубликована в сети, и многие читатели поделились своими историями и задались вопросом, как этот китаец смог избежать разрыва кишки и заражения крови. У некоторых есть подозрение, что он использовал слабительные, чтобы хотя бы частично опустошить толстую кишку, и этого было достаточно, чтобы предотвратить ее разрыв. Одна из читателей поделилась, что у ее сына также было похожее состояние, и ему был поставлен диагноз дивертикулит. У него все время был запор, но диагноз был поставлен, когда ему исполнилось 14 лет. Она также написала, не шутите о таких случаях, будьте более чуткими. Это мог бы быть вы или любимый вами человек. Мораль, если что-то беспокоит.